Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Очень рассчитываю на то, что делаете это в постоянном режиме. Значит, все в курсе того, что происходит у нас в этой студии по вечерам с 8 до 10. Дайте звук. О, отлично, все нормально. Здесь, как всегда, собираются музыканты, мы с ними разговоры разговариваем, песни они поют. В общем, замечательно проводим время, скажем. С чаем, кофе, конфетками, печеньками и так далее. В общем, традиция из традиции, посему, как обычно. Сначала первое произведение от коллектива, а затем я уже назову группу и представлю каждого из них аудитории нашей поименно. Как всегда, живой звук. В программе живые. Поехали. Здесь давно обряды вместо веры. Здесь суды, вершат, огонь и меч. Здесь дома похожи на пещеры. И на лай собак похожа речь. Душный голос убивает душу, Лица превращая в маски слаб. Двери и скотч ползут на сушу, Небо я железо и стекла. Я один из тех, кто всегда на грани. Я один из тех, кто готов на все. Я иду на свет, Смерти больше нет, Берты был тюрьмой. Я иду на свет, Сотни тысяч лет Путь продлится мой. Мы судьбой последний код сыграли, Не ищи меня среди вождей. Мах, не зря закручивай спирали, Отделяя зомби от людей. Я один из тех, кто всегда на грани. Я один из тех, кто готов на все. Я иду на свет, Смерти больше нет, Небо я железо и стекла. Я иду на свет, Сотни тысяч лет Путь продлится мой. Путь продлится мой. Путь продлится мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я готов на все, я иду на свет, смерти больше нет, мир ты был тюрьмой. Я иду на свет, сотни тысяч лет, пусть проклятся мой. Я иду на свет, смерти больше нет, мир ты был тюрьмой. Я иду на свет, сотни тысяч лет, пусть проклятся мой. Пусть проклятся мой. Пусть проклятся мой. Пусть проклятся мой. Ну вот, собственно говоря, начало положено. Я с чувством весной. Ребята понимают, что с чувством выполненного долга они поглядывают в мою сторону. Нормально все, нормально. Все звучит, все прекрасно, все замечательно. Группа Харизма, прошу любить и жаловать. Очень рассчитываю на то, что сегодняшнее внимание, которое аудитория уделит программе, останется в их сознании и памяти на долгие годы. Потому что живое выступление, да еще и поболтать, почему, собственно, нет. Итак, Харизма, встречаем. Иван Сильверстов, вокал. — Здорово, ребята! — Чего ты орешь-то туда? — Чего ты орешь-то? Подожди, ты не успокойся пока. У тебя микрофон для того, чтобы поорать. Вон он. Ты сюда разговаривай, пожалуйста. Ты сюда разговаривай, пожалуйста. Леонид Фомин, гитары, ну не просто гитары, еще основатель, композитор, ну и много-много всего. Чего грякает, не пойму. У кого цепи? — Цепи? — В цепях. — Цепи у металлистов. — А, я понял, что у тебя. Вот это вот фиговина, говорю. — Всем привет, я Леонид Фомин. — Привет. — Александр Казарец, бас. Ну-ка, микрофон вот к этому, ну разочек за эфир. Ну, будь добр. — Всем привет. — Молодец. Видишь, смотри, сообразил как. Горевая привезенцев, ритм-гитара. Привет тебе. — Всем привет, если правильно, привезенцев. — Привезенцев, все-таки. Прости, пожалуйста, не хотел тебя обидеть ни в коем случае. Единственный человек, кроме меня в этой студии, у кого собственный микрофон, это очень улыбчивый, потлатый, в бейсболке. Я жду, когда он остановит меня уже. Ну, в общем, барабанщик электива Мастер Леон. — Всем привет. Я еще не перечислили в кедах, в шортах и в носках. — Прости, не вижу. — А трусы оделся? — Прости, не вижу. — Более того, до начала эфира мы знаем, в каких трусах даже. Не только в носках. Ты уж прости, но за 15 минут до начала эфира уже включается трансляция. В общем, женщины, знакомые с коллективом, начали позванивать и кричать, что же это натворит. Стриптиз устраивает на чемпионате. В общем, миллион просмотров в Ютьюбе после эфира нам обеспечен. Спасибо тебе большое. За счет тебя, собственно, Макс, мы и вытащим программу на очень высокий уровень. Группа «Харизма» прошу еще раз любить и жаловать. Я сразу начну с сообщенниц, которая мне уж дико понравилась, просто потому что в нем правда жизни. Виктор Соколов пишет. «Всем привет. Познакомился с творчеством группы «Где-то», пишет он год назад, на одном из концертов в клубе «Рокхаус». А после концерта мой друг Сашимик познакомил меня с Ваней. Затем была поездка в Ярославль на концерт в клуб «Хард 40». Ребята мне понравились. Считаю Ваню Слеверстов одним из лучших вокалистов России, а Леонида Фомина одним из лучших гитаристов России. Удачи, ребята. Вот как-то так, пишет Виктор Соколов. Спасибо большое. Но это не я сказал, это сказал Соколов. Я бы, в общем, отметил и басиста, и гитариста второго в коллективе «Ритм гитара». Прекрасно. Я бы всех отмечал. Да, у нас все хорошие музыки. Витя, спасибо. Ну что, вообще спасибо вам, спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что... Обычно металисты, я имею в виду, ребята, играющие тяжелую музыку, как-то так скептически относятся к эфирам на радио. Я думаю, что ваши разговоры в группе внутри коллектива до похода сюда тоже были такие. А что там, пойдет ли, не пойдет? Как там камбари? Как оно будет звучать? Ну, кстати, нет. Все было очень позитивно. Как можно позитивно спорить, что? Я просто заранее подготовился, ознакомился с записями на Ютубе наших друзей Артерии, Беркута, Обелиска. Спасибо Обелискам, Артерии и Беркуту, что они раньше вас сюда пришли и вам показали. Они уже опробовали. Поэтому нам было, в принципе, не стремно сюда идти. Спасибо, дорогой. Было заранее понятно. А нам было не стремно вас позвать. 1-1. 46-47. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективы. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления. Сегодня их будет много, я уверен. Как ни странно, я вас уверяю, ребятки, найдутся те, кто вас слышит сегодня в первый раз. Хотя в ротации своего радио вы в постоянном режиме появляетесь. Точно? Сейчас я чуть-чуть более скажу, с какими письмами. Да. Но, тем не менее, как-то так бывает. Люди слушают радиостанцию фоном и не особо заостряют какой-то такой взгляд, свои внимания на том, что звучит в эфире. Так что сегодня будут открытия для кого-то. Я уверен в этом. Не, Леня лучший гитарист, пишет Анастасия Булдакова. Человек начал спорить, кто лучше, кто сам, кто самый лучший. Далее, можно писать. Писать, причем в группу ВКонтакте, это официальная группа своего радио. Там все просто, давным-давно выложена фотография с анонсом. И все там абсолютно четко, понятно. Название группы Харизма выделено синим. Значит, это активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываетесь у них в официальном сообществе. Надо пополнять сообщество. Ну, 7000 это неплохо, но я считаю, что должно быть 70. Давайте-ка сразу сейчас попытаемся пополнить. Всем накрутили? А с чего начинали-то тогда? Вот так что отписывайтесь, пожалуйста. Я бабушка. Бабушка человек не работающий, у нее время не свободно во многое сидит, жмет кнопочки. Да, кроме того, еще что я не сказал. А, да, я не сказал про видеокартинку. Это тоже важно. Их можно и нужно видеть, потому что, как кто-то написал, увидев картинку, какие красивые мужчины сегодня в студии. Ну, все брутальные. Тебя не видно в кадре. Ну, сын, да ладно, я шучу. Так, армянское телевидение. Брутальные, как положено для серьезных музыкантов. И выглядят они так, как нравятся женщинам чаще всего, как я понимаю. Да, вы сначала зайдите на сайт, на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху плеер, в плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать. Справа онлайн-видео. Это чтобы смотреть. Кликайте, и тут же вот она вам счастье. Картинка, которую нам предоставляет Планета.ру. Замечательная краудфайдинговая платформа. Там же, кстати, есть и чат, в котором также можно отписываться по ходу эфира. Так что вычитывать мы пытаемся, стараемся сообщения отовсюду. Любые ваши реплики, если они будут удостоены внимания, значит, они хороши. Так что пишите, придумывайте какие-то вопросы, если они у вас возникают. У меня своих полно, ну, народ тоже хочет что-то спрашивать. Пускай, да? Пускай же спрашивают. Тем более, ваши поклонники, они больше о вас знают, чем просто люди, слушающие радио. Знают о ваших передвижениях, о ваших турах. У вас же большие туры, правда? Да. А поговорим об этом тоже отдельно. И поговорим, почему так происходит в России. Тоже очень любопытно ваше мнение, как музыкантов опытных. Давайте передать. Кстати, как называлась первая вещь? Иду на свет. А следующее? Пришел. Пришел на свет. Стой пока живой, сейчас будет песня. Хорошо, ну, в принципе, почти угадал. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Харизма». Погнали. «Харизма» и здесь сегодня «Харизма» и здесь «Харизма». «Харизма» и здесь «Харизма». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сошлись заря и враг, Врага ударит враг, Копьем каленым прямо подсох. Уран замедлил бег, Герой упал на снег, Кричат, как будто, где-то есть бог. Я рыцарь веры на колени тихои, Любую ересь я сотру с лица земли. Стой, пока живой, Этот мир не твой, Пока живой у порога. Ты вступил логой в наш святой покой, Свет, всегда герой, Нас тут много. Мы не рвались в бой, Нас обнули струй, Над головой и отстрого. Стой, пока живой, Этот мир не твой, Пока живой у порога. Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я рыцарь веры на колени тихои, Любую ересь я сотру с лица земли. Стой, пока живой, Этот храм не твой, Стой, пока живой у порога. Ты вступил логой в наш святой покой, Свет, всегда герой, Нас тут много. Мы не рвались в бой, Нас тут будет струй, Над головой и отстрого. Стой, пока живой, Этот мир не твой, Пока живой у порога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГР мире герой, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваня, дорогой, суши весла, нам с этими микрофонами работать. Что ты орешь-то вне? Он по-другому не может. Да я понимаю. Дай пятерочку, ребят. Это круто. Это на самом деле замечательно. И есть даже любопытнейший совершенно комментарий от Деницы Журавлёва. Всем привет, за что купил, пишет он, за то и продаю. Зашел ко мне друг, а как раз играла первая песня, он говорит, о, это Шкипелов. Я говорю, нет. Он говорит, а кто? А я и не знал, что ответить. Вот часто узнал, что это харизма. Ребята молодцы, но ситуация была весёлая. Это правда. С кем-кем именно с Кипеловым никогда не сравнивали? Ну, извини, это же не я. Я вообще не люблю никого ни с кем сравнивать. Ну, клёво. Обычно это как позитивный отзыв воспринимается. А Ваня почему-то нервничает. Не-не-не. Ну, в каком-то роде это является штампом в нашей стране. То есть, если высокий рок-вокал, то почему-то Кипелов. А ещё лучше Ария. Ну, да. Вообще целиком. Ну, попали вы в такую ситуацию, уж так терпите. Вы играете ту музыку, которую почему-то в постоянном режиме сравнивают с группой Арии. Ну, а если уж так пойти, то, наверное, давайте будем честными. Ария ведь тоже не первопроходца, правда? Ну, мы же оба понимаем, и мы все понимаем, о чём мы говорим, да? Вот. Посему, само собой, главное, чтобы это было кайфово, качественно. А у вас это действительно здорово. Когда я сказал, что вы в ротации, я слегка оговорился. Я имел в виду следующее. Вы пойдёте следующим блоком. Объясню. Я потихонечку заполняю ротацию радиостанции. На данный момент 2500 песен уже в ротации, и 325 коллективов. Где вы такую радиостанцию ещё найдёте? Супер. Нету. Вот. Поэтому я делаю всё аккуратненько, так, чтобы не переборщить с тяжелечком, так, чтобы не переборщить с какой-то более такой простой, лёгкой музыкой. Поэтому вы у меня отложены в пакете с ещё... Извините, что так звучит. Но звучит, может быть, немножко... Пакет, нормально. Пакет. Мы согласны с сентября. На сентябрь мы согласны. Примерно так, да. Я примерно после... После лета я и собирался это делать, да. Ещё 15 коллективов, которые я буду заливать в базу. Вот, соответственно, вы там в этой связке. Я вот о чём хотел сразу тебя спросить, Вань, тебе прежде всего. Потом у меня будет масса вопросов к основателю коллектива. Ты... Ничего не хамит, нет? Вот так вот руками... Дерзкий мальчик. В дядьку твою руку. Дерзкий пацан. Ты же в коллективе с 13-го года. Да. Где был до? 13-го года. Ну, доиграл в различных группах, потом понял, что... Играл или пел, прости? Пел, пел, да. Пел. Потом понял, что всё-таки... Ну, знаешь, как в чём-то чужом, вот как у тебя есть своё радио. Я понял, что нигде не могу найти, так сказать, отражение, чтобы мне это нравилось. Вот. И решил сделать сольный проект. Он так и назывался, Иван Селивёрстов. Ну, скромный, со вкусом. Правильно. Очень правильный. Играли музыку, которую... У меня был выбор между двумя названиями. Чайки на радио и своё. Но всё-таки я выбрал своё. Да, правильно. Не знаю. А ты Селивёрстов. Ну, что? Ну, нормально. Да. И... Не могу сказать, что как-то было всё неуспешно. Как-то оно... Может быть, ещё время тогда было. Не совсем закатное для рока, как сейчас, наверное. Ну, как-то ещё зацепил. Народ ходил. Друзей у меня было много. И писал то, что нравится. Сочинял сам. А потом... Ну, то есть, извините, что перебиваю. То есть, получается, у тебя это первый большой проект. Ну, наверное, да. Не будем считать твоего собственного. Ну, просто потому, что это твой проект. Имея в виду проект с другими музыкантами, которые работают под тебя, имея в виду, делают тебе хорошо, чтобы ты пел хорошо, это первый большой проект. Ну, наверное, да. На таком уровне, да. Ну, скажи музыкантам же приятно будет, чёрт возьми. Да, это первый большой проект. Нет. Я уже немножко не понял. Это проект о харизме, говорите? Или о Ване Селиверс? Мы говорим о харизме, безусловно. Всё нормально. Естественно, мы к этому тоже подойдём. Опять же, если... Сейчас мы закончим с Ваней. Дальше он будет только петь. Ты доволен? Пожалуйста, нет. Пускай все говорят. Я просто знаю, по крайней мере, может быть, я чего-то не знаю до конца, но знаю, что лучший вокал России седьмого года по версии Metal World. Да, было время моё. Когда меня переклинило, я думал, что надо заниматься только творчеством. Влезал во все возможные какие есть конкурсы, кастинги. Ну да, было вот такой период. А в восьмом году лучший рок-вокал России по версии Best до 25 лет? Да, 25 лет было дело. В 25 лет? До 25 лет было дело. В 24. В 24, да. Фестиваль нашествия в восьмом году и в одиннадцатом, это с кем? Это сам с собой. Группа Integra, мы играли вместе. Так и есть ещё какая-то группа у тебя за плечами? Что ж ты молчишь? У нас назывался вот этот проект последние два года перед Харизмой Иван Сильверстов и группа Integra. То есть вот с этим проектом... Да, мы старались штурмовать, да, максимальное количество фестивалей. Сольные стали делать первые концерты с приглашёнными гостями, чтобы это было какое-то интересно. Ну вот так. Я выступал организатором, да, концертов. И в итоге ты всё это бросил, забросил и пришёл уже к Фомину, по сути дела. Фомин пришёл ко мне на кухню. Ага. Так. Вот сказали. Небольшое привлечение. Ну как, на кухне? Дело было на кухне. Что ты меня разводишь? Нет, гораздо раньше. Гораздо раньше. Ну, к Фомину мы подойдём. Мы обязательно об этом поговорим, потому что с такими людьми нужно общаться подробнее в любом случае. Я сейчас кое-что почитаю. Важно же, люди пишут, жалко их. Как-то вот не обращай на них внимания. Значит, Екатерина Балашова пишет. Ну, ребяточки, я вас поздравляю с долгожданным попаданием в эфир. Привет от московского фан-клуба. Итак, у меня вопросы для всей группы. Дальше я вам скажу целый список вопросов. Поэтому я пробегусь. Не было ли у вас идеи записать альбом с лирическими балладами типа «Узнай меня» тайны или каверы на русские народные песни? Коротко. Идеи всегда много. Они есть, существуют. На самом деле баллады, они накапливаются с выходом альбомов. Там всегда по 2-3 баллады. А русские народные? Ну, вот это вот хорошая идея. Мы, кстати, любим всю эту музыку. Я думаю, что немножко попозже, когда песен поднаберется. Потому что это такое занятие непростое. Ну, а не боишься потом быть похожим на абвиатуру, например? На что? Абвиатуру. Есть такая группа, которая тяжеленькую музыку. Нет? Нет. Нет, но... А кто сказал русские народные? Могут использоваться какие-то мотивы там народные. Ага, понятно. Хорошо, логично. Дальше следующий вопрос. В жизни встречаются переломные моменты, когда приходится выбирать. От выбора зависит дальнейшая жизнь. Много ли у вас было таких моментов? Расскажите о них. Как копает Екатерина глубоко? Да помнится, в 1999 году бросил я пить, значит, был такой переломный момент в моей жизни. И история краткая. История 15 лет в следующей жизни. Ну, переломные, я так скажу, что совсем переломных не было. Просто было... У меня, допустим, периоды более активного занятия музыкой и менее активного. То есть, допустим... Сейчас какой из них? Сейчас какой-то средний такой период. У меня просто был квартирный переезд, который я занял там больше месяца. Можно сказать, вот сегодняшний день меня вдохновит. Ближайший месяц стопудол. Я понимаю. Я понимаю, у нас тоже не так давно был квартирный переезд, между прочим. Я тебя очень хорошо понимаю. Сейчас половина вещей найти не могу. Кошмар. Кошмар. И еще один вопрос от нее же. Когда человек много лет занимается одним делом, даже самым любимым делом, порой случаются творческие кризисы, во время которых хочется... Че хочется? Ага. Заняться чем-то совершенно другим. Случались ли у вас подобные моменты? И кем еще... Так, кем еще, кроме музыканта... Кому это вопрос? Почему тогда в единственном числе? Кем, кроме музыкантов, давайте так обобщим, вы себя могли бы представить? Какую профессию с удовольствием бы осваивали? Ты ж купил перфоратор. Чего теперь? Теперь строителем. Недавно поработал перфоратором. Прикольное занятие. Я тебе скажу, я знаю, да. Да, ремонт приходится самому делать. Я чуть раньше переехал. Прикольное что-то. Мы с ними переехали, то же самое. К микрофону ближе, тебя плохо слышно. Я вас понимаю, мужики, потому что я сам тоже занимаюсь дома ремонтом. Все переезды, все ремонты своими собственными руками. Потому что перфоратор, дрель — это обязательный продукт, который должен быть... Но это интересно. Леонид буквально вот неделю назад похвастался. Я наконец-то купил перфоратор, теперь я сделаю антресоль, потому что там стена была непробитной. Вот тебе новая идея. Ремонт на своем. Не-не-не-не-не-не. Тут не надо. Я просто сейчас расскажу коротко, что такое перфоратор. Это когда ты, допустим, ну, люди, которые, может быть, не понимают, надо проштробить, это так называется, борозду в бетонной стене, для того чтобы... Ну, либо ее хотя бы просверлить. Как отбойный молоток. Да. Для того чтобы, например, проложить кабель к новой розетке, которую хочешь поставить у себя в квартире. Ничем другим... Нет, можно, конечно, зубивым это делать, но я знаю просто что-то такое, руки отбиваешь напрочь. Поэтому перфоратор... Потрясающая музыкальная вещь, кстати. Да. Потрясающая музыкальная. Весь дом знает, что ты делаешь. Сильно басовая вещь. Я так скажу, что мы немножко отвлеклись, но это все ремонт, это как бы для себя там. У меня лично не было такого, что я могу соскочить там с музыкальной, так сказать, темы. Такого никогда не было. То есть ты плотно на игле. Да, плотно на музыкальной игле. Потому что у меня это со школы, там с 15 лет. Леонид, я тебе скажу, когда мы рассказываем о таких вещах, как перфоратор, мы далеко не уходим от глубины. Люди, которые не знали до сих пор, что музыканты, в общем-то, владеют не только гитарами, но еще умеют в руках держать инструмент на сегодняшний день, эти люди наверняка проникнутся гораздо глубже в ваше творчество. Я тебя уверяю. Согласен. Я тебя уверяю. Поэтому очень хорошо, что музыканты коллектива, серьезные люди, которые еще и ремонт у себя дома могут... Это же клево. Ну да. Это же клево. Так что, значит, их просто... Ага. Вот Валентина Бржезыцкая. О как. Фамилия какая? Бржезыцкая, да. Их просто от Арии особо... Их просто от Арии не особо отличишь. Вот и появляются сравнения с Кипеловым. Не в обиду, но новаторства в Харизме нет. Поклонникам такого направления в радость, наверное, новые проекты. Но, конечно, хочется взрывы от Харизмы, чтобы их узнавали как нечто уникальное. Удачи вам и больше экспериментов в музыку. Ну вот что скажете на такого рода реплику? Ну, все по фактам, я считаю. То есть, в принципе... Ну а почему нет? Да? Все по фактам, как есть. Не, я могу сказать-то, опять же, что этот стиль, так сказать, мелодик, мелодик пауэр, да? Да, то есть для людей... Давайте вспомним, откуда взялась Ария. Iron Maiden, Judas Priest, и все. Естественно. Мы слушали то же самое. Iron Maiden, Judas Priest, но и более современные какие-то европауэр команды. Ну, я, опять же, очень люблю коллектив под названием Арии и многие другие, но... Мне тоже нравятся многие песни. Они не просто Iron Maiden слушали, они его играли под своим названием. Вот в том-то и дело. А вы-то играете свое, как мне кажется. Да, но мне кажется, это стандартная такая рецензия от людей, которые немножко поверхностно они все это смотрят и слушают. Неглубоко знают музыку, неглубоко разбираются. Да, в общем-то, стили отличаются. Потому что если покопаться, у нас в стиле есть и баллады а-ля White Snake, есть и какие-то трэшевые песни в сторону металлики даже. То есть спектр широкий. Но сегодня они будут? Ну, кое-что будет. Ну, хотелось бы, чтобы разнообразия было побольше. Чтобы человек под именем Валентина Боржезыцкая, тем не менее, у него неинтересно латиница и имя, кириллица и фамилия. Ну, в общем, девушка так себя позиционирует, как человек земли, человек мира. Надо, чтобы разнообразие было, да? Чтобы проняло. Надо Валю пронять. Нет, звучит... Ну, двусмысленно звучит. Ну, смысл... Да. На самом деле, надо целиком альбом послушать. Второй альбом или третий, там, все разные песни. Там и прогрессив есть, то есть там много разного всякого. Ну, вы сегодня играете с Солянку такую, со всех трех, я так понимаю, или нет? Ну, в основном первый, второй и несколько еще более свежих. А, то есть третий альбом вообще не стали... Ну, просто там не успели сделать. Ага, понятно. И свежачок будет? Такой свежачок, который аудитория вашей поклонники-то не знает даже, да? Или знает? Нет, свежачок пока что пишется, он в компьютере. На целый альбом уже... На целый альбом материал есть. О, об этом тоже нужно будет поговорить отдельно. Что у нас дальше за песня? Как называется? Беглец. Беглец? Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня харизма. Поехали. Здесь не те законы Я придумал свой Всем наперекор Я разбил оковы Обманул конвой Я завел мотор Семь ворот Семь ключей Все, теперь я ничей Я беглец Властелин колец Победитель зла Я беглец Я понял, наконец Минс горит дотла Семь ключей Следом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Вся музыкальная программа «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Уважаемая группа И мы с Дмитрием поговорили Он говорит, что Я вот в круизе, но я из харизмы не хочу уходить Я говорю, а ты будешь успевать? Он говорит, да, все нормально А на практике получилось так, что в течение года полтора Он приезжал только на одну репетицию Перед концертом На запись его было сложно вытащить Просто я смотрю, дело просто реально остановилось И вот Так все как-то шло постепенно Потом уже стал думать А тут попался бесхозный Мы с Ваней просто списались в интернете Слово за слово и просто поняли, что Общая направленность идеи есть Знаешь, как я люблю говорить, нет худа без добра Я не хочу никого обижать Но то, как звучит нынешний вокалист Давай так Это круто звучит, реально Так что ты молодец Ты нашел правильного Волосок утолщается Давайте дальше, что это будет? А следующая песня будет у нас Лирическая баллада специально для девушек Которые пишут, что мы похожи на... Да-да-да-да Как называется-то? Тайна Как всегда живой звук в программе Живые здесь сегодня харизма Погнали Снова нет покоя на земле Снова странник ищет путь во тьме Снова ищет тайну древний клад Книгу книг, корень зла Створ небесных врат Священный клятвой под покровом темноты Навсегда Навсегда Эй! Эй! Мы обручены Тайна Я твой хранитель и слуга Тайна Непостижимая строга Тайна Ты здесь забыта нелюдьми Тайна Сильней смерти любви Скоро В них придет благая весть Скоро Дети неба будут здесь Дети Божий дар Гроза царей Только им я отдам Ключ от всех дверей Священный клятвой Под покровом темноты Навсегда Эй! Мы обручены Тайна Я твой хранитель и слуга Тайна Непостижимая строга Тайна Тайна День и ночь Готов исполнить долг Господь Храни смельчика Судьба моя высока Тайна 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 Я твой хранитель и слуга Хранитель и слуга Тайна Тайна Непостижимая строга Тайна Ты здесь запытан нелюдьми Тайна 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 Не дров Не трогнет рука Я на теку День и ночь Готов исполнить долг Господь Храни смельчика Судьба моя высока Семен Чайка здесь А что это было сейчас? Ну да, волосок стал еще толще сейчас, я так понимаю Ребятки, я прочитал от Натальи Кузнецовой сообщение Я сейчас хохотнул почти в голос, пока вы пели Потому что прочитывал его, чтобы как-то понимать, насколько это будет интересно слушать Но я сразу прошу прощения у музыкантов более старшего возраста, своих ровесников, возможно Те, кто помоложе, кроме почему-то Макса, тут не коснулись, я не знаю почему Ну, как строится фраза Привет из Москвы, от московского фан-клуба группы Мы, наверное, знаем все о харизме Пишет Наталья Кузнецова Ходим на все концерты, любим ребят У меня скорее пожелание, чем вопрос Очень хочется, чтобы было побольше концертов Кому ж не хочется Чтобы больше людей узнала о такой замечательной группе В Ваню влюблены все девчонки Как, впрочем, и в Гришу тоже А вот это новость А далее фраза, которая меня пришибла Я прям... А Леонид замечательный музыкант Спасибо им большое Меня это устраивает Спасибо им большое, что дали столько эмоций на концертах Мы все подпеваем Они всегда очень хорошие, внимательные люди Мы вас любим А что касается концертов Кстати, та песня, которая будет под финал этого часа Сколько по продолжительству? Минут пять, наверное, да? Пять, да? Окей, тогда я просто за часами следил Я хочу на пол... Секунду У тебя же микрофон здесь Ты что мне руками-то машешь? Ты в микрофон скажи А я все думаю Почему я единственный музыкант У кого есть личный микрофон И всю дорогу молчу? Да говори Когда будет возможность... Давайте теперь все Теперь начинаю я вести передачу Ваш час закончился Макс Толеон Теперь в эфире, да, Макс Толеон Ответь Наталье Кузнецовой Пожалуйста А, кстати, я могу пояснить Почему в меня не влюблены девчонки Почему? Дело в том, что работа барабанщиком Это работа, в первую очередь Тяжелый адский труд Эти ходят по сцене, ерундой занимаются А барабанщик работает Да Работа потная Меня чаще всего не видно Не видно И, ну, я там где-то позади В темноте Сейчас начнутся всплески в твой адрес тоже Давай, говори И потом, когда мне нужно сложить полторы тонны оборудования Парни собирают всех поклонниц вокруг себя Раздают автографы, фотографируют, влюбляют их В себя? Да, в себя, разумеется В меня еще пока парни не научились Влюблять девушек Макс, я тебе подскажу, что надо делать В общем, надо бросать это дело Ну, ты не собирай оборудование после концерта Да Должен техник себе собирать Букс с ним оборудованием Да, действительно Слушай, что-то я не понял А вот это последний твой загон, такой заход Вань, скажешь про меня Вот это с косарем, вот это то, что подходило А вот это, ну ты же сказал Максим Толеон, самый сексуальный барабанщик Вот это что? Штуку отработал Штуку отработал, да, все было честно А, все, я понял Так, ребят Иначе вообще бы за бесплатно Ваня ушел Я хочу на паузу уйти после песни Поэтому надо, что Потому что целый час у нас сейчас с вами впереди Как быстро часто пролетел Поэтому давайте что-то еще споем И потом подышим, Маненька Что это будет? Саша представит эту песню Хорошо, Саша Это будет песенка Александр Козарев, Басискаль Кто прав, песенка называется Вот она как раз Касаема вот этой девушке Которая с Натальей Нет С поляцкой фамилией Либо псевдонимом Вот как раз эта песня Она совершенно не арийская Она как раз вот пауэрная Просто немножко надо разбираться Просто представить песню Хорошо Хорошо, спасибо Как всегда, Живой звук В программе Живые Здесь сегодня группа Харизма Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Спасибо Спасибо А если я правильно понимаю на эту песню клуб есть Да 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 Именно на нее, да, именно на эту вещь Один? Или клипов больше? Ну, официально один клип Который мы снимали Есть много фанатских еще версий Не, ну это понятно, фанатские Они всегда присутствуют, но официальный клип один Я так понимаю, есть планы еще Как-то снять что-нибудь? Ну, планы есть, но опять же Все упирается сами знаете во что Финансы, понятно, не пробовали краудфайдинг? Пробовали, но Там надо просто активно заниматься Сейчас немножко Не до того, но я думаю, что будем Еще это делать В общем, этой станции не было бы, если бы не краудфайдинг Да, да, мы в курсе Очень полезная штука Наталья Кузнецова Та, которая рассказывала, что влюблены Она пишет Я повторюсь Леонид прекрасный музыкант и человек Очень внимательный к поклонникам Это ценное качество Я отношусь к старшему поколению, группу люблю Стал админом фан-клуба не просто так У меня еще маленькое преимущество Я живу в одном доме В соседнем подъезде с Ваней Его любит весь двор И не только молодежь, но и люди старшего поколения Вань, тебе привет с нашей улицы От нашего дома Да, да, да Как мы говорили С Вовой Лицовым Гитаристом группы Легион Все рокеры живут на Дубнинской Да, Наталья, спасибо, очень приятно Да, встречались мы во дворе Я помню Ну, видимо так Действительно, улица, на которой живут очень многие люди Играющие хорошую музыку Вот, что касаемо переклички Я так буквально по верхам проскочу Но Горноалтайск, Лондон Это рядом находится где-то Горноалтайск Да, друг с другом Мы там недавно были Где, в Лондоне или в Горноалтайске? В Горноалтайске, да Город, в котором начала недавно Одевай колготки Как нас будили Давайте, ребята, одевайте колготки Нет, замечательный город Замечательный был прием Очень неожиданно Мы с первых минут Тема эта Это биск, детка Мы с первых минут думали, что в чем-то подвох Но ребята просто сумасшедшие организаторы Сколько на концерт пришло людей? Это был фестиваль, гитарный фестиваль А следующий день мы давали мастер-классы Мы вдвоем с Иваном туда летали Мастер-классы, да То есть как в жюри там ходили Это как конкурс, да Нет, ну сколько народу пришло? Народу народу Ну, ДК вот эти Ну, тысячи Нет, не тысячи Больше? Ну, там ДК-то там человек на 500 Ну, 500 Ну, это городской, да, фестиваль Ну, в городе, в котором 62 тысячи населения 500 человек на фестиваль Там урок у них в таком, в подвальном виде Ну, он там есть? Нет, нет И ребята, вот, кстати Вообще круто Большая благодарность Они именно в массы за счет каких-то ресурсов Это ВВО, это телевидение там местное То есть не просто в подвале собрались там То есть все на уровне было Да, там на официальном уровне И местное телевидение поддерживалось Ну, это круто Это круто В общем, оттуда привет Тут и Молдова, Камрад Тут и, я сказал, Лондон Тут вам и Австралия Тут вам и Лос-Анджелес УСИ, да, понятно Тут вам и Донецк Как подписано Донецк ДНР Вот тут, ну, много В общем, потом почитаете в переписке Вот в этом Во всем деле Я не буду, естественно, сейчас все зачитывать Ну, поймете, географию уже осмотрите Осмыслите Несколько позже Анастасия Булдакова И Леню любят Нужен рабочий, активный, работающий фан-клуб Нужна помощь Конечно, нужна Если уж иметь в виду фан-клуб То именно от фан-клуба зависит во многом Зависит, как группа гастролирует Как группа ездит по городам Потому как фан-клуб в Москве Может посодействовать тому, что Будет открыт фан-клуб, не знаю В Петербурге, в Ярославле, в Бийске Ну и так далее, по всей стране И вот за счет фан-клубов А фан-клубы как поступают? Я вам расскажу Я совет даю, добрый Приходят сегодня Сегодня что у нас, в четверг? В четверг, да Человек в какой-нибудь из клубов города И говорит администратору сидящему там Слушайте, а Харизма когда к вам приедет? Человек говорит, я не знаю Хорошая группа И уходит На завтра приходит другой Случайно как бы забегает Слушайте, а у вас Харизма была уже? Нет? Хорошая группа Когда будет? Когда будет? И вот так дней 25-30 к ряду Администратор говорит Да идите, твой Что такое? Все, и Харизма едет в этот город Именно так и поступают Отличный совет Это правда жизни Так все это и происходит И когда вы приехав Соберете в том клубе В котором обычно 30 человек Соберете сотню Тот же администратор Уже будет за вами сам гоняться Чтобы вы приехали в этот город В следующий раз Кстати, почему вы не представили Своего еще одного участника коллектива? Звукорежиссера Как раз пришло сейчас время И что-то я вообще глянул на него И подумал Как же так мы Он просто Зовут его Вячеслав Как бы знакомый Самойлов Не так давно познакомились Очень позитивный человек И профессиональный человек Профессионал Фанат своего дела Работает со многими командами В том числе Из группы Дмитрия Четвергова И с нами Он прям решил нам помочь Бескорыстно Спасибо за это большое Спасибо большое Я обычно пугаюсь чужих Звукорежиссеров Звукорежиссеров коллектива Потому что Ну есть нюансы Но здесь все Слава Богу Все хорошо Можно одно добавление Давай Вот по фэн-клубу Большая благодарность Именно вот за сегодняшний эфир Анне Кормишевой Из Кемерово Потому что Насколько я понял Благодаря ее Настойчивому Благодаря тому Что она каждый день А вы уже пригласили харизму Да А вы уже пригласили харизму А вы уже пригласили И мы оказались И молодец А так как каждый день Спасибо да Каждый день Приходит огромное количество Заявок И на программу Живые в том числе То естественно Всего сразу Можно не увидеть Не успеть А когда один человек Долбит в одно и то же место Да что ж так Все Все срабатывает Анна феноменальный человек Я уже думал Когда же она устанет Вообще вот Обычно Я посмотрел У меня переписка Там 5000 человек Вот за все время Да вконтакте Там количество диалогов И обычно кто-то Начинает писать Мне так все нравится Ну В меру занятости Либо не отвечаешь Либо там окей Это Естественно Человек как-то сливается Анна Независимо От того Там занят И она будет писать Писать Неутомимая И стало все по делу Ну слава богу Вот фэн-клуб Так и должен работать Кстати Артур Айдинян пишет Именно так Семен Майкрософт Продали свой первый Виндоз Понятно Вот именно так Раскрутка происходит Так что фэн-клубу На заметку Артуру тоже привет Да 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 Давайте дальше петь Что это будет Следующая песня С таким римским уклоном Она называется Император Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Харизма Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ напрасно ждалший труд Что ни гость То ненарод Что ни город То развалена На каждой площади толпа Тысячи глаза и слепа Нищетой отравлена Где ты, гость Где ты, цесарь Гордим римлян Нам нужна война Император 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 Строй нас Император Император Обещай нам рай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Острый точен печь Эй Тело стоит свет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА